Друзья, всем привет! В прошлом выпуске «Угадай книгу по описанию» я сделала вопросы посложнее. И так уж получилось, что не сильно много людей их угадали. И я задалась вопросом, что же делать, потому что слишком простые вопросы, ну это скучно, а слишком сложные, ну грустно, когда никто ничего не угадывает. Зачем тогда вообще это смотреть? Поэтому я переосмыслила формат в очередной раз. И теперь у нас будет 5 вопросов разного уровня сложности, начиная от первого самого простого и заканчивая пятым самым сложным. Поэтому я буду ждать, чтобы вы написали в комментариях, до какого уровня вы дошли, потому что мне это реально очень интересно. Ну и давайте начинать. Первый уровень, самый простой. Художник рисует портрет необычайно красивого юноши, который больше всего на свете любит развлечения и удовольствия. Автор, покоренный красотой парня, дарит ему картину. Главный герой с головой окунается в веселье и званые ужины, на которых встречает юную актрису и влюбляется в нее. Он собирается жениться, но перед помолвкой приглашает своих опекунов на спектакль возлюбленной. Та играет из рук вон плохо. Влюбленные ссорятся, а наутро главный герой узнает, что его девушка покончила с собой. Главный герой не грустит долго, а отправляется на светский раунд, знакомится с новыми девушками, крутит и предается утехам. Изменения, которые с ним происходят в последующие 20 лет, никак не отражаются на его внешности, а вот портрет, подаренный художником, четко фиксирует все изменения. В конце концов, главный герой убивает своего друга, а спустя какое-то время пытается уничтожить портрет. Финал очевиден. Нестареющий красавчик умирает, превратившись в древнего старика. И я на 200% уверена, что вы угадали произведение Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея». И даже если вы его не читали, то это неудивительно, потому что данный роман экранизировали 30 раз. То есть даже если вы его не читали, то наверняка смотрели одну из экранизаций. Сам Оскар Уайлд написал роман за три недели, и несмотря на то, что он, по сути, посвящен неким человеческим порокам, названия пороков в нем не упоминаются. И сам автор отмечал, что каждый человек в этом романе видит те пороки и те какие-то низменные желания, которые ближе всего ему. Это было очень просто, и давайте двигаться на второй уровень. Он будет сложнее, но не намного. Действие романа происходит в США. Главная героиня влюблена в юношу, который собирается жениться на другой. Назло возлюбленному она выходит замуж и уезжает из поместья в крупный город. Начинается война, а спустя несколько месяцев ее муж погибает в сражении. Героиня встречает на благотворительном вечере умного и саркастичного мужчину, который привлекает ее внимание. Но она по-прежнему влюблена в парня, который уже женат на другой. Приезжая на побывку, он просит главную героиню помочь его жене пережить войну. Во время самых отчаянных сражений за город его супруга рожает ребенка. Главная героиня с помощью своего друга убегает из пылающего города в поместье своих родителей и спасает жену своего возлюбленного и ее ребенка. И это только первая часть романа. Я больше чем уверена, что это произведение в первую очередь показалось более знакомым девушкам, потому что наверняка не угадали роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Скарлетта Хайра, Эшли Уилксе, Меладью Уилкс и, конечно, Ретти Баттлери. Что любопытно, Маргарет Митчелл начала писать этот роман от скуки. Она сломала лодыжку, была вынуждена уволиться с работы в издании. И, собственно, ей просто нечего было делать. И она начала сочинать этот роман. И, несмотря на то, что написала его 10 лет, она не собиралась его публиковать. И только когда одной из своих знакомых она призналась, что пишет роман, та сказала, да ладно, ты пишешь роман. И ей захотелось доказать всем, что она действительно может написать роман. Она отнесла его в издательство, после этого пожалела, написала издателю, извините, я больше не хочу его публиковать. Но издатель сказал, это произведение прекрасно, мы уже отдали его на корректуру, уже начали с ним работать, поэтому давайте все-таки его напечатаем. Ну и в итоге роман принес писательнице огромную популярность, и за него она получила Пуллицеровскую премию. Вот такая история чудесная. Давайте двигаться дальше на третий уровень, и произведение будет чуточку посложнее. Молодого врача переводят из глухого поселка в больницу крупного города. Однажды он получает письмо из своей старой больницы. Оказалось, что врач, который пришел на его место, нехорошо заболел. Он собрался отправиться к нему, но этим же днем в больницу привезли того самого врача, застрелившегося из револьвера. Из дневника погибшего врач узнает его историю. Герои начались боли в животе, и ему впрыснули дозу сильного обезболивающего. Эффект ему понравился, и он стал практиковать уколы по поводу и без. Он пытался лечиться, но все было безуспешно. Тогда он направил письмо своему другу, но не выдержал воздержания от наркотика и застрелился. Автор опубликовал его дневник, так как посчитал его поучительным для потомков. Я очень надеюсь, что вам было несложно срастить несколько очевидных вещей. Истории о враче, истории о сильнодействующем препарате А.К. Морфий. Конечно же, это произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Морфий». И, собственно, многие знают, что сам Булгаков пережил зависимость от морфия, и по разным источникам он либо излечился от нее, либо до конца жизни страдал. Четвертый уровень. Произведение непростое, но если вы проанализируете описание, то даже если его не читали, сможете его угадать. Главный герой отправляется в потусторонний мир в компании давно умершего поэта. Сначала он боится, но затем поэт сообщает, что в конце странствия его ждет возлюбленная. Все путешествие разделено на четыре части. Первая треть пути самая мрачная. Там он встречает знаменитостей Гомера, но не из Симпсонов, Клеопатру и Елену Прекрасную. А еще они видят самую разную мифическую нечисть. Гарпий, Минотавра, Цербера. Ну а в финале первой части наши герои встречают еще и Люцифера, Иуду и Бруто. Короче, обычная серия сериала «Сверхъестественное». Вторая часть путешествия рассказывает о месте, где время остановилось, и его обитатели зависли в безвременье. Третья часть – попадание в удивительной красотой сад. Там главный герой встречает свою возлюбленную и вместе с ней отправляется в счастливый, лучший мир. Ну что, вы догадались, какое произведение я имею в виду? Ну, конечно же, это божественная комедия Данте. И сразу несколько ремарок. Во-первых, сам Данте назвал произведение просто комедия. А слово «божественное» уже добавили маркетологи через 200 лет после смерти поэта, чтобы произведение лучше продавалось. Ну и почему комедия? В общем-то, события там далеко не комедийные. Дело в том, что в те времена произведения делились на два типа – серьезные трагедии и несерьезные комедии. И, собственно, серьезные произведения писались о каких-то высоких философских вещах и на латыни. Ну и, собственно, плебейский итальянский язык, на котором написана божественная комедия Данте, не позволил именовать ее серьезной трагедией. Что еще любопытно? Мы читали это произведение в универе, и я как сейчас помню, как мы рисовали на доске схему ада. Потому что наша преподавательница сказала, Всю книгу за неделю вы точно не осилите, но прочитайте хотя бы ад, это самое интересное. И мы, значит, рисовали круги ада, кто где живет, какие грешники, было очень весело. Поэтому, если не читали, то почитайте хотя бы ад. Итак, пятый уровень, самый-самый сложный. И если вы угадаете произведение, я вас очень прошу, напишите об этом в комментариях. Я виртуально пожму вашу руку, потому что, ну, вы действительно эксперт в литературе. Повествование в романе ведется от лица доктора, который становится очевидцем и участником эпидемии чумы в одном европейском городке. Он выполняет свой долг врача, рискуя собственной жизнью. Чума набирает обороты, и город объявляют закрытым на карантин. Вокруг доктора мы видим других персонажей, которые по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию. Кто-то наблюдает, кто-то боится. Один из героев становится контрабандистом, который втридорого привозит продукты в закрытый город. Чума свирепствует уже долгое время, люди истощены и напуганы. Доктор пытается создать сыворотку, но она не всегда приносит результаты. В финале чума отступает, но город уже никогда не будет прежним. Друзья, я прям упрашиваю вас написать в комментариях, если вы угадали произведение чума Альбера Камю. Произведение чума очень достоверно передает состояние города в агонии. И мне кажется, что это одно из лучших произведений. При этом оно написано достаточно лаконично, довольно строго и читается прямо на одном дыхании. Я вам очень советую обратить на него внимание. Друзья, на этом все. Пишите обязательно в комментариях ответы на вопросы. Пишите, как вам на этот раз произведение. Что вы читали, что нет. И вообще, какие у вас впечатления. Жду ваших комментариев. Всем пока. Ну а вот здесь будет еще один выпуск «Угадай книгу», если вдруг вы его не видели. Ну а здесь будет выпуск, посвященный викторианскому роману. Мне кажется, очень любопытно его посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok